Сегодня мы приготовили для вас нечто совершенно особенное. В этом выпуске вы увидите людей, которые настолько мастерски и удачливо выполняют свои задачи, что кажется, будто они настоящие читеры этой жизни. В нашем видео вы увидите потрясающие трюки, которые нарушают законы физики, профессиональные навыки, доведенные до совершенства, и невероятные случаи удачи, которой можно только позавидовать. От спортсменов, покоряющих новые высоты, до мастеров своего дела, демонстрирующих идеальные результаты. Каждое из этих видео достойно того, чтобы его пересматривать снова и снова. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Если плохо учить физику в школе, то многие вещи в жизни могут показаться настоящей магией. Как же легко он рассекает на лыжах по заснеженным горам. Настоящий профессионал. Это уже не просто спорт, а настоящее искусство. Но только главное при таких трюках исправный вестибулярный аппарат. Вот это да! Ей уже однозначно можно выходить покорять волны океана, а не плескаться на тренажере для новичков. Воу, кто бы мог подумать, что под свободной одеждой в теле девочки кроется настоящий качок. Многие парни могут позавидовать такой спортивной фигуре. Вот это селище! Сколько же времени труда было положено для достижения такого невероятного результата? Оказывается, если приложить должных усилий, на флайборде можно не просто прокатиться, как на аттракционе. Но еще и сделать такое симпатичное представление с танцем. Перед такими умениями, силой и растяжкой придется покориться даже настоящему быку. Это что, магия? Вместо удара о ворота мяч сделал поворот и покатился прямиком ворота. Удачей тому мужчине явно не занимать. Это уже даже не игра в бильярд, а настоящие магические фокусы. Как у него это вообще получается? Человеческим талантам нет предела. Ух, это было опасненько. Но парень не только умело пользуется мячом, а ко всему еще и отличный акробат. Азартным людям всегда не хватает адреналина. Это было совсем близко к непоправимым последствиям. А оно точно не приклеено к подносу. Даже не верится. Такому бармену не жалко оставить даже кругленькую суму чаевых. Каждое его движение отточено до совершенства. А грациозность и сила гимнаста делают этот ролик поистине завораживающим зрелищем. В таком деле приходится полагаться не только на отличную меткость, но еще и на удачу. Но, как мы видим, у автора видео ее хоть отнимай. Более идеального и безопасного приземления с парашюта на землю. И не придумаешь. Казалось бы, обычный баскетбол. Но сколько же тут силы и пластичности в каждом движении спортсмена. Без грубой силы не продвинутся даже величайшие науки. Тут наука, конечно, не величайшая, но пример наглядный. Вот тебе и беговая дорожка с дополнительным усложнением. Только на такой скорее можно заработать себе кучу травм, нежели скинутых килограмм. Трудно представить, каково было автору этого ролика, если только от одного просмотра уже кружится голова. Пожилой возраст – это еще не повод списывать бабулю со счетов. Даже не каждый подросток сумеет повторить такой трюк. Мастера йоги не перестают удивлять. Не верится, что человеческое тело вообще способно производить такие трюки. И это все вырезано из куска дерева всего одним человеком. Вот что бывает, если за дело берутся настоящие таланты. Это вообще что за такое приспособление? Но чем бы это ни было, парень, который этим управляет, просто невероятный в своем деле. Это что, какой-то тест на повышение квалификации для балерин? Эта женщина безоговорочно его прошла. Как он это делает? Да еще и без сторонней помощи. Наверняка он знает какие-то магические трюки. Иначе это не объяснить. Если вас когда-то спросят, что такое свобода, то можете смело показывать именно это видео. Хоть это и красиво, но в этом заведении пиццу лучше не заказывать. А только смотрит на акробатические умения повара. Наверное, бесстрашие и жажда адреналина просто вшита в каждого спортсмена с рождения. На первый взгляд, обычный парень просто едет на велосипеде. Но если присмотреться, то велосипед совсем не обычный, а двойной. И такие трюки он вытворяет на самых обычных роликах. Не напрасно целая толпа собралась посмотреть на это захватывающее зрелище. Как считаете, он и правда просчитал столько траекторий движения шаров на доске? Или же это просто неожиданное и очень удачное стечение обстоятельств? Здесь нужен не только талант, но и огромная сила. Чтобы вот так вот легко и высоко подпрыгивать на небольшом канате. Кто знает, в чем ему повезло больше? Вот так невероятно забросить мяч? Или же, что этот момент попал в объектив камеры? Если бы не это видео, то ему бы точно никто не поверил. Если вам стало очень скучно, то почему бы и не придумать новый ультрасложный вид спорта? Эти парни именно так и поступили. Быть барменом – это не только про знание об алкоголе. Но еще и про ловкость рук. Да эта глыба весит явно в несколько раз больше занесущего ее парня. Он так легко идет, как это вообще возможно. Может быть, камень не настоящий? Если рядом нет спортивной площадки, то можно сделать ее самому из подручных средств. Ну или подручных людей. Вот что значит отдаваться работе на все сто. С такими умениями он может стать не только оператором, а настоящим фигуристом. Если в команде находятся два профи, успех точно гарантирован. Немного мастерства, и летящее тесто превращается во вкуснейшее блюдо. Соревнования два в одном. Сначала на суше, потом на воде. Их каждое движение идеально выверено. А выполняя сложные акробатические элементы с точностью до миллисекунды, артисты демонстрируют абсолютное единство и координацию. А говорят, что выполнять несколько задач одновременно невозможно. Ко всему прочему, задачи тут далеко не самые обычные. Гольф слепую? Что-то новенькое. Но, как можем наблюдать, это действительно выполнимо. Для искусства нет преград. Даже если захотелось продемонстрировать свои умения прямо посреди улицы на фанерном столбе. С такими трюками можно спокойно заниматься не только бейсболом, но и подрабатывать фокусником. Молниеносная реакция или всего лишь простая удача? Во всяком случае, девушке удалось сохранить свой напиток. Для кого-то сесть на шпагат на полу – невыполнимая задача. А тут прямиком в воздухе, держась ногами за какие-то не очень надежные палочки. Возможно, в прошлой жизни он был змеей. Иначе, как объяснить этот невероятный элегантный трюк на перекладинах? Если не с кем поиграть в бадминтон, всегда можно поиграть со своими воображаемыми друзьями. Как видите, у этого парня все получилось. Это ведь не подается никаким законам физики. Но на эти волшебные трюки можно смотреть вечно. Вот что значит совмещать полезное с приятным. Эти девушки не только выполняют свою работу, но еще и заменяют этим полноценную тренировку в зале. Двое зайцев одним выстрелом. У девушки явно есть вкус в одежде и в комиксах. С таким костюмом точно получится идеальный косплей, достойный настоящего супергероя. Как всегда, время вместе с Макс ТВ пролетело незаметно. И мы прощаемся с вами, но ненадолго. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok